Матьё. Матьё прекрасное. Домойся ты уже, господи. Во, выносливость увеличилась. Если, кстати, до конца домываться, то выносливость будет увеличиваться. В прошлый раз я, по-моему, не домылась. Так шо. Исправили это недоразумение. Чатик очень сильно хотел покер. Поэтому мы сейчас пойдём попробуем поиграть. Я уже, честно говоря... Слушай, шляпа по-моему реально изнашивается. Смотри, она какая-то драная совсем стала. Смотри. Раньше у неё были поля серенькие, а сейчас она сама какая-то светлая стала. До этого она темнее была. А, слушай, а как так-то? Слушай, слушай, слушай. Подожди. А, это же на лошади всё. Подожди. А как бы, а если у меня потом все вещи износятся? Я как жить-то буду вообще? Мне вещей не хватит, слушай. В этой игре. А по-русски нельзя было? Я же не понимаю, ни хрена. Так, покер. 5 баксов. Сейчас я буду вспоминать, как играть. Сейчас я, честно говоря, нюшка подзабыла. Мне и так денег не очень много. Так, напомни мне. Ну-ка, давай. Так, комбинации от сильных к слабым. От туза десятки. Туз король дамы валят десятки одной масти. Стрит-флэш 5 карт одной масти по порядку. Четыре карты одного достоинства. Дополнительная карта, которая может быть хикером. Ой, короче, ладно, сейчас разберёмся как-нибудь. Сейчас я, короче, всё профукаю. Вспомнить его, как он играет. Так, пятёрка, шестёрка. Шансов маловато, конечно, но вдруг сведёт. Давай его попробуем. Ну, четёрка, пятёрка, шестёрка. Ну, как-то всё равно. Маловато. Чё-то я сомневаюсь, что нам чё-то выпадет, если честно, потому что, ну, как-то не. Вообще, конечно, не очень хорошая идея начинать серию для ютуба с покера. Потому что, ну, всё-таки, медитативная практически. С другой стороны, люди смогут сразу скипнуть, если мне интересно. Улыбочки такие у них всегда. Так, давай. Что там у меня? Да что ж ты сделаешь-то, ну? Какая-то подстава. Ну, давай посмотрим хотя бы на первой карте. То пятёрка-шестёрка, то четёрка-пятёрка. Чё за стебалово? Ну, одна пара у нас есть. Можем ещё немножко рискнуть. Вдруг пятёрка вывалится. Или четвёрка. 70 центов, господи. Мне кажется, шансы очень малые, что в последних двух картах выпадет пятёрка или четвёрка. Ну, или дама. Блин, я не знаю. Ставка... Если он поднял ставку, он либо прикидывается, короче, шлангом. Я не готова так рисковать. 70 центов, знаешь, у меня и так мало денег. И четвёрка. Ах, ты же мразь. Ах, ну, короче. Вот как всегда. Хотя, если он поставил... Он либо блефует, что он поднял ставку, чтобы вынудить нас сделать... Либо у него... Да, мой десятка, да, у него больше. Так что неплохо, что мы скинули. Не, хорошо, что мы скинули. Потому что они, если поднимают ставки, они либо блефуют... Либо у них что-то там очень крутое. Поэтому они хотят побольше пабла поднять, потому что они точно знают, что они выиграют. Можно пропустить, в принципе, раздачу карт. Король восьмёрка. Ну, более-менее, ладно. Может быть. Хотя, на самом деле, не важно, там король. Ну, как? Важно, но... ...при определённых обстоятельствах. Повези мне, повези. Повези мне, нихренашечка. Каковы шансы? Что мне выпадет... ...что-то из моего. Потому что у меня сейчас вообще ничего. Я не готова, нет. Мне что-то сегодня как-то финир как-то вываливается. Я не готова так рисковать. Их ещё здесь вон сколько сидит. Один на один я, когда играла с мужиком в Валентайне. Я, в принципе, у него выиграла довольно много раз. Вот, и как-то ещё более меня. Когда их трое, риски-то увеличиваются, понимаешь? О. Это интересно, конечно. Можно, конечно, попытаться сблифовать. Повези мне, повези. Две семёрки. Кто из вас сблифует, мрази? Умеет и блюфовать, да. Блюфует часто. Каковы шансы, что будет десятка? Или хоть что-нибудь? Ладно, давай рискнём. Попробуем. Мне кажется, я профукую. Но вдруг съезёт. А-а-а! Не, не. Шансов вообще нет практически. У них у кого-то... Кто-то один точно блефует, скорее всего, справа. Ну, он часто, потому что это делает, я уже заметила. Кто-то из них точно блефует, у кого-то точно есть пара. А у кого-то, возможно, есть пара, которая есть и у нас. Ну, то есть, вот это вот общее. М-м-м, он поднимает ставку, и он либо блефует, либо чё-нибудь. Либо у него всё очень хорошо. Просто их трое, понимаешь? Каковы шансы, что у всех нет ничего? Потому что у меня только та пара, которая лежит на столе, общая. Но она есть у всех. Нет. Ну, тройка. Но она была бы у всех, понимаешь? Он ещё поднимает, смотри. Вот у него тоже... Вот этот слева блефовал, у него тройка, которая... И у этого козла тоже тройка. А у нас у всех была бы, получается, тройка. Они все блефовали, короче. У них только... Ну, как блефовали? У них только то, что было на столе. Ох, два козла. Ну, а так бы, возможно, разделили между тремя. Хотя, не факт, кстати. Потому что ещё бы от Кикера зависело бы. Ты бы победила. Нет. Не факт. Победила бы. Почему? За туза? Не, понимаешь? Просто, если у всех одно и то же, то там определяется по старшей карте. А я вот этот момент со старшей карты не про это самое. Не прочухла. С другой стороны, у меня дабл туз. Вот, может быть, он бы как Кикер был. Так, ну ладно. У меня есть пара с самого начала. Выигрывать чел со старшей карты. Ну, у кого больше, да. Ну, как бы, вот у меня был туз, но, как бы, кто же знает-то. Я вот этот момент ещё не до конца прочухала, скажем прямо. Ну, вообще, да, конечно, ситуация такая. Вот, я говорю, в покер, вот, в играх играть не с людьми, а именно вот как мини-игра, да? Чисто для фана, потому что, ну, это просто интересно. Здесь выиграть денег очень медленно. Здесь проще на другом деньги поднимать. Тем временем Клаустрофобик подписывается на шестой месяц. Спасибо Клаустрофобику. Повышенный уровень борща со сметаной на этот раз. И это прям замечательно. Спасибо тебе, Клаустрофобик. И с возвращением... Так, он поднял вставку. Либо блефует, либо у него что-то есть. Предположим. Ну, у меня пока одна пара. Каковы шансы, что все блефуют? Просто на столе лежат карты неплохие. Если у них пара с тем, что лежит на столе, то они в любом случае выиграют. Потому что девятки, девятки, шестерки. Ну, давай рискнем. Поднимает вставку. Либо блефует. Две пары. Все-таки небольшого. На этот раз не блефовал. Эх, жалко, конечно. Ну, давай. В Блэк Джек, конечно, выигрывать легче. Там, конечно, от везения все зависит. Но тут... А еще лучше грабить людей. Это лучший способ поднять бабла в этой игре. Ну, или это продавать лошадей, потом, когда будет. Так, шестерка-двойка. Че вы там, чатик? Ты че? Ты че удивляешься? Так, там пара, да? Опять столешная пара. Ну, давай попробуем. Паралейчик. Не, че-то варианты какие-то такие. Каковы шансы? Ну, как-то... Мне кажется, плохо. Мне кажется, не стоит. Он тоже скинул, смотри. И этот скинул. Ну ты гнида. А этот, если блефует, то хана. А, мы ее не увидим. Блин, надо было... А, ну кто ж знал, что они все скинут-то, да? Дайте хоть раз-то выиграть, но... Мы че, зря сидим? Я чувствую, это на ютуб не попадет, если честно. Потому что, если мы долго будем сидеть, в начале серии это такое. Либо отдельной серии можно это вынести. Серия про покер. Так, че ж с такие странные карты по мне попадаются, а? Ребятки, у кого твич шлит, и так, на всякий случай, у меня связь хорошая. Значит, это сам твич, че-то мудрит. Имейте ввиду. Можно сблефовать. Типа, у меня все хорошо. И они, смотри, ссыканули. А этот поднял. Он либо, короче, прикинулся шлангом. О, сейчас блеф такой. Либо он блефует. Либо... У меня вообще, в принципе, нет ничего. Кто кого переблефует? Либо у него что-то есть, либо он блефует. Сейчас все. Боже, вот кто кого. Блин, если у него что-то есть, будет очень обидно. Пора. А-а-а, черт. А-а-а. Я так надеялась, что он блефует. И что он спасует. Обидно, конечно. Но это было близко, да? Нет, нет. А-а-а, шею. Эх, не получилось. Хотя у меня, кстати, когда я один на один играла в покер с чуваком в Валентайне, у меня получалось блефовать очень часто. За счет повышения ставок. То есть я повышала там на полдоллара или на доллар, и он такой, о, не, слушай. Я не согласен, короче. И он сикл. Я часто на этом не могу. Слушай, смотри, как быстро поскидывали ты. Давай, я подниму ставку, типа у меня все классно. Ну, выпадим мне хотя бы одна пара, ну. Просто есть, спасибо. Просто если они очень часто повышают ставку, то это значит, скорее всего, у них что-то есть, но они, возможно, у них не так много есть, они хотят напугать. Кто кого? Опять. Господи, выпади мне вторая пара, я тебя умоляю. Три. Ну, ладно, тройка, но она общая, может быть. А? Черт. Ну, давай. Либо у нас одинаково будет, и все решит Кикер. Ну-ка. О, господи, так рискованно, на самом деле. Две пары. Но у меня тройка. Я выиграла. Я выиграла. Ура! Вертурф, привет тебе. Е-е-е, два доллара, слушай. Наконец-то, действительно. Ну че, играем дальше, чатик? Или тебе хватит одной победы? Просто не факт, что будет вторая. Ох, у чата там, походу, вообще все очень лагает, потому что никто ничего не пишет. Все, уходим. Хватит. Надо уметь вовремя остановиться. Есть такое, да? А я не могу, главное, сейчас отсюда выйти. Видишь, мне нужно спасать. Я почему-то не могу выйти, как бы, вовремя. Ну, давайте еще последний раз. Потому что как-то... Мне нужно сперва поставить, а потом выйти как-то. Это так странно. Почему у него прям в процессе выйти? Мне нельзя выходить из-за стола, не дав шанса отыграться. Как раз таки именно тогда и надо выходить из-за стола. Так, мы опять двое с тобой, да? Блефуешь ты или нет? Да! Он блефует. Епп. Все, я победила. Надо было больше поставить. Хотя смысл. Он бы так зблефовал. Спасибо, мужички. Спасибо за денежки. Четыре доллара мы выиграли. Все, мы молодцы. Мы красавчики. Так, что у нас есть? А мы хотели в театр. Там что-то случилось внутри, смотри. Простите. Где там? Чего вы кричите, женщина? Эм, здрасте. Женщинка, как-то поздороваться с вами можно, не? Ну ладно, как скажете. Чего я не могу с ней побеседовать? Ну ладно. Видимо, слишком поздно уже, да? Стрибаться, да это проще пару людей на дороге хлопнуть. Вот я о том же и говорю. В покер играть вообще во все эти карточные доминошные игры ради денег бессмысленно. Только ради фана. Потому что очень много времени на это уходит. Но при этом не факт, что ты вообще хоть сколько-то денег поднимешь и не потеряешь их при этом. Для денег здесь нужно другим заниматься. А это чисто для фана. Получится, не получится. Так, вот, привезет сюда. Так, идем. Войди. Ох, титр. Ну, нам не хватит денег. Спросить мисс Марджоли, кстати. Так, че? Сюда? Красиво такое просто. Так, это что? Это, подожди. Я что-то забыла. А куда мне? Подожди, страшно. Зайду куда-нибудь не туда. Че-че-че это было? Че-че-че? Че-че-че? Обыскать ящик. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Блин, уже началось. Пойдем так, слушай. Ну, его жопа. Ни хрена не вижу. Ни хрена не вижу. Надо куда-то сесть. Я ни хрена не вижу. Блин, куда шисть? Блин, куда шисть? Вот шисть, подожди. Я решила, что тикет прайс должен быть очень низким. Он вообще не в тему так орет. Смотри, хлопает ей. Шляпа полуэкрана закрывает. Приводите остальных уродцев. Вот Артур, конечно, да. Он даже не так умный, как он выглядит. Но что он не любит в тюрьме, он делает... Е-хо! Хорошо! Наши полуэкраны, Херкунес, как сильный, как болт. Как сильный, как болт. Ты, дядя. Ты поддерживаешь? Мне? Я тебе говорю, давай, давай. Да, давай, давай, давай. Я люблю тебя. Я хочу тебя ударить, вот здесь, вот в баскетке. Пойдем, дай ему очень большую штуку. Я не знаю. А, единственный危険, это выстрелить твои руки. Что ты думаешь? А, давай! 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 Орчар! Орчар! Вон! Вон! Какой он всёдет? Какая же штука новая штука! Вон! Вон! Нанил,ame! Вон! Ручар! Вон! 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 Тихо, тихо! Аааа! Иииаа! Тихо! Тихо! Магнифико! Магнифико! Тихо! 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 Ладим и джентльмены! Магнифико! 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 Бе- missile! Ооооо! Тихо! 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 Асфорь! Тихо! Телепатия и эскапология. Мы хотим! И теперь, для моего следующего фейса, я верю Мисс Маржарей из ее фрод... Дис... Робио! Что ты делаешь, ты неразвитый петля? Да! Что? Дамит! Мы хотели бы иметь их визу. Не так, ты не? 人 ли они? Я разогнал. Я�� спрашиваю! Не надо. Вы пойдете следить к своего рода. Ну... Это наш шоу! Бэкссэндэдэй? Все тикетсъемы последовали? Дайте это! Лол! Шоу пошло не совсем по плану Еще, кстати, кто-нибудь плынет Кстати, о чем уходим-то, собственно В мире Он был просто 10-летним Я его поднимал 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 Он действительно Возвращается Бенжамин Лазарус Возвращается 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 Слушай, подожди О, нет, это не так Он увидел в манокль Посмотреть Этифоид Поповер Возвращается 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 Ну, его Возвращается Оно Возвращается О, боже, сейчас он добры структур Продолжение следует... 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 Все, конец Да, конец О, этот грустный момент, когда ты чувствуешь, что уже все, конец И, блин, ну это было очуменно Ну и все, в общем-то, начинает расходиться Свет включите Чтобы я прям почувствовала, смотри, потихоньку включается, светлые становятся Или мне кажется Или уже стало Блин, это было офигенно 20 минут мы сидели, это смотрели Или это просто огонь Еще покушать, смотри О, все, театр, я тут буду жить, короче, в этом театре Так, где эти ребята наши? Знакомые-то У меня, по-моему, парада даже выросла, пока мы смотрели театр Это было офигенно, слушай Мне очень понравилось Не ожидала, что будет настолько классно Так, а тут че? Так, а где наши-то ребятни? Это кулисы, по идее? Закрыто Так, ну, подожди, нас пустили посмотреть Но нам вроде как должны были заплатить за помощь, нет? Не, мы все театры посетим Они слишком офигенные, чтобы их игнорировать Денег на них бы, конечно, еще Так, слушай, я не понял, а где наши-то? Письмо от мисс Марджи О, 40 долларов О, спасибо, почитать письмо Какой замечательный сюрприз Как Нила с вашей стороны было прийти посмотреть шоу Просто чудесно Надеюсь, оно вам понравилось Публика здесь ужасная Мальчики, они быстрые Были просто в восторге от вашего появления Ну, по-своему в восторге Вот та доля, что была вам обещана Мисс Марджи Смотри, держит слово женщина Прикольно Блин, офигенный театр Мне очень понравилось Так, а что тут? Я могу как-то к ним в гости зайти? Звуки такие странные Чет оттуда Слушай, ну 40 долларов Неплохо Еще и квест прикольный В театр мы сходили Просто, слушай Еще и 40 долларов дали По-моему, песня просто Офигенно Слушай, у нас вся серия Практически была посвящена Покеру И театру Это просто такая, знаешь Ой, короче, огонь Погодка Так, все Ты тут не скучала, милая? Как ты тут без меня? Давай, девочка моя Так, где мы, что мы? Куда мы? Вишь, посмотрим Вот здесь еще есть один театр Но я думаю, надо его Оставить на потом Не будем прямо сейчас Так сразу все тратить Так, что тут есть Поблизости Здесь вот что-то непонятное Мы здесь особо не были Мы можем пойти Продачить, кстати На секундочку Сколько это все? 11 Дождик идет У меня, по-моему, лошадь грязная Кстати Я, кстати, еще не помню За кадром ли Или вместе с вами По-моему, вместе с вами, да? Мы 20 долларов пожертвовали Так как я знаю Так как я знаю Репертуары еще меняются В одном театре Есть несколько представлений Но, видимо, нужно еще смотреть Когда иконка обновляется Так, подожди Пасты Развернись Догнаться, когда она разворачивается Как конинка И как бы ее чуть-чуть Заносит Как бы Выглядит очень натурально Мне очень понравился театр Так, ощущение, знаете То, что Они специально Не стали Экономить, скажем так На нем Человеческие ресурсы Время Прямо проработали его Как надо Чтоб, не знаете Не было вот этой халтуры Прямо Господи, ну вот Ой Too much beautiful Слушай, подожди А что это с желтеньким Светится? Ну это же не джишка Светится вроде бы, нет? Слушайте Нет, далековато будет? Мы же быстрое перемещение Можем делать только из лагеря, да? Куда-то Да? А оттуда уже Там на поездах На дирижансах И так далее Нифига Сколько крокодилусов Опа, здрасте Ты есть что такое? Тихо Тихо Тихо, милая Тихо Тихо Сейчас Подожди Дебилы Тихо Моя, хорошо Кажется у нас есть повозка на продаже Да это не точно О, кретины Какие Так, ладно Допустим Как у вас в такую погоду хреновую? Еще что-то Загорелось Тут еще Так, что-то есть вообще Показать информацию Ну вот, шаер, еще один Мой Так, мы Знаешь, что сделаем? Подожди А что там за коняша была? Куда она ускакала? Не все, кстати, повозки я могу Привезти Почему-то Ну хотя Сейчас вот иконка появилась Она просто иногда пропадает Вот тут Как-то очень странно это работает Ехать, конечно До хрена Скажем прямо Жалко где-то поблизости Нет Может быть потом будет Несколько скупщиков Но что-то как-то нет Так Подождите Назад Я, кстати, тут еще так долго Разбиралась Как назад Ехать Вообще Что-то заморочено Так Пойдем Сейф облутала Где ты видишь сейф А, может Дебилы пытались Сейф вскрыть Я тут А, о, реально Придурки Ну, получилось Получилось Ой Сколько Сколько там было Первый раз Двадцать Двадцать-двадцать, да Было Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Ой, дятлы Ой Динамит Сзади Это, конечно, страшно Слушай, что там за конина Которая убежала Вряд ли там Что-то хорошее, конечно А я сперва думала Что это Ну, не сейф А сам динамит Который взорвался Мало ли, что они там делают Ой, знаете, что вспомнилось Ориджинс Скачки О, боженька Давай, милая Догоняй Сейчас поедем Отвозь, я надеюсь За эту повозку Мы хотя бы Двадцать бачей получим Потому что Как бы Слушай, повозку Эту бустеру Видит, на самом деле Двадцать шесть градусов Жарковато Черт А, я же не на лошади Ладно Давай, догоняй Вообще, мы ехать, конечно, будем долго Так что До ютуба, наверное, Я серию здесь остановлю Поэтому Чуть-чуть-чуть Покузалась Ладно, неважно Двадцать шесть градусов